2 ноября в Донецке и части городов, которые находятся около областного центра, состоялся процесс, который вооруженные сепаратисты назвали выборами. Наши журналисты на месте следили за тем, как проходит голосование за якобы конкурирующей между собой организацией и партией, так они себя называют, это Новороссия, Свободный Донбасс, Донецкая Республика и к чему привели выборы на территории Донецкой области. В целом можно ли называть это выборами сегодня в программе Донбасс Реали, которая выходит на Радио Свобода и в эфире ТРК Донбасс каждый вторник и четверг. Возвращение в СССР. Именно так можно охарактеризовать псевдовыборы сепаратистов на оккупированных территориях. Высокую явку там огласили еще до начала голосования, хотя стоит отметить, сколько украинцев выехало с востока, неизвестно доселе. Вокруг стрельба, а на участках караулят вооруженные сепаратисты. У организаторов нет даже списков избирателей. Голосуют кто где хочет. За кого голосуете, Александр Владимирович? За справедливость, счастье, мир и прошу. По моему, это поход на улице. В Донецкой области избирательных участков открыли четверо меньше, чем обычно. В Луганской в 10 раз меньше. Как результат, нескончаемые очереди. Правда, пришли ли украинцы голосовать, вопрос. Так как всем, кто придет, пообещали продукты по очень выгодной цене, одной гривне. А еще и запугали. Сказали, что на участках раздадут социальную карточку. И только по ней в дальнейшем будут выдавать пенсии, зарплаты и оказывать бесплатную медицинскую помощь. Пренебрегать таким многие не стали. Тут же на месте мужчин призывного возраста ожидал сюрприз – мобилизационной повестки, по которым все, кто их получил, обязаны появиться на базе сепаратистов. Если же не явиться, угрожали наказанием по российскому законодательству. Александр Захарченко набрал 81,37%. Реакция Евросоюза насчет так называемых выборов не заставила себя ожидать. Глава Комитета Европарламента иностранных дел Эльмар Брок заявил, что ЕС не признает проведенные выборы. По его словам, голосование на Донбассе противоречит Минскому протоколу. И его цель – ничто иное, как сорвать мирное урегулирование конфликта. Признать перегоны отказались и Соединенные Штаты. Америка предупредила Россию от какого-либо незаконного голосования, как повод для ведения войск на территорию Украины. Кроме того, призвали Штаты присоединиться к мировой общественности и засудить эти псевдовыборы. Но Россия их таки признала. Более того, организовала даже в Ростовской области фиктивное голосование для переселенцев из Украины. Центральная избирательная комиссия ДНР решила считать избранным главой ДНР Захарченко Александра Владимировича. Там считают победителей избранниками народа. Построить государство в общем. Кроме того, отметили высокую явку и хорошую организованность. А в дополнение призвали Киев продолжить диалог с Донбассом и предложили себя в роли посредника. Киев же категоричен. Так называемые выборы не имеют нищего общего с волей на людей. В этом убежден президент Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, ни Украина, ни весь мир не признает тот фарс, который происходил в минувшее воскресенье. А какое-либо голосование, по его словам, будет происходить по украинскому законодательству. Тем временем в Киеве и во всех крупных областных центрах Украины жители Донецкой и Луганской областей провели свои митинги, на которых призывали не признавать так называемые выборы в городе Донецке, в соседних городах. И просили своих земляков, оставшихся там, в Донецке, в Луганске, чтобы они игнорировали так называемый избирательный процесс. Люди приходили на митинги с плакатами, не признаем псевдовыборы, Донбасс украинский, Луганск украинский. Вспоминали, как жили в Донецке, как были вынуждены уехать, общались друг с другом и просто проводили воскресенье в атмосфере. Не то, чтобы даже политического действия какого-то, а скорее просто радости от того, что увиделись друг с другом. Наши журналисты следили, как это происходило в разных городах Украины. Пока в так называемых республиках ДНР и ОВНР проходили псевдовыборы в Народные советы, вынужденные переселенцы из Донецка и Луганских областей проводили акции за украинский Донбасс. Самый многочисленный митинг был на столичном Майдане. В Киеве пришло порядка 150 человек, и они пришли, чтобы сказать свое «нет» выборам так называемых в Донецке. А вы бы в Донецке такой флаг надели на себя год назад? Я всегда была радикалисткой в Донецке. Еще во времена первого Майдана я в Донецке ходила в оранжевом костюме в знак солидарности с оранжевым Майданом. Несмотря на то, что наше правительство ничего не говорит о судьбе этих жителей, которые там остались, и там 4,5 миллиона сейчас, то есть примерно 15% населения Украины осталось на оккупированной территории и живут в условиях военных действий. Я хочу им передать, чтобы они верили, что Украина с ними сердцем, Украина с ними душой, и мы здесь будем делать все, чтобы они имели возможность жить в мире и в покое. Ждем, когда туда тоже вернемся, и все там соберемся, подобную акцию только там организуем уже. Я думаю, это уже 400 будет. Я думаю, она более многочисленная. Мы надеемся. Конец праздник стоит! Конец не голосует! Конец праздник стоит! Слава Украине! Героям слава! Концакции приселенцы и неравнодушные жители столицы прошлись от Майдана к европейской площади с надеждой на европейское будущее Донбасса, а не на превращение его во второе Приднестровье. Я хочу передать вам великое битвание от Малитовного Донецкого Майдана. Он продолжает молиться за мир, целостность и единство в Украине. Донбасс протестует! Донбасс не голосует! Донбасс протестует! Донбасс не голосует! Завануем им, братья, у своих сторон. Около 400 человек сегодня пришли на митинг в Киеве. Это вынужденные переселенцы из города Донецка и соседних с Донецким городом, где сейчас находятся вооруженные сепаратисты Донецкой Народной Республики и сопутствующие им организации. Люди пришли, чтобы сказать «нет» так называемым выборам, которые проходят в девяти районах Донецка. Не смотрите, подруги, на шахтерские руки. С них Донецкий не смыт уголек. Вы в глаза и в сердца их загляните, подруги, в них горит золотой огонек. Как видим, не все так однозначно и просто, как пытаются преподнести вооруженные сепаратисты Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. На самом деле они пытаются приватизировать образ Донбасса и сказать, что именно они представляют мнение большинства жителей нашего региона. Но так ли это? Если посмотреть на количество уехавших или покинувших территории, то выяснится, что на этих участках, которые открылись в Донецке, были, конечно, не большинство жителей Донецка или Луганска или соседних городов. На самом деле всего лишь 20% жителей Донецкой области еще в январе хотели присоединение этих территорий к Российской Федерации. Сколько из них сейчас осталось там, это вопрос, потому что провести достоверное социологическое исследование в Донецкой области сегодня является достаточно проблематичным. И то, что мы увидели картинку, как люди толпились в очередях на участке, на самом деле это тоже под большим вопросом, потому что было две очереди. Одна очередь стояла из людей к так называемой урне. Часто этой урны просто не было, а бюллетени просто отдавали представителям участковых комиссий. А вторая очередь тут же формировалась из этих же людей с корешками от бюллетеней для того, чтобы получить еду. Еду за одну гривну, это был лук, картошка и капуста. И ее, возможно, получить было только на избирательных участках. Создавалась атмосфера мини-Советского Союза, когда был один кандидат и большая очередь проголосовавших за него. На самом деле участков открылось в 10 раз меньше, чем ожидалось и чем нужно по порядку. И люди не все с таким большим энтузиазмом шли голосовать конкретно за того или иного кандидата. Часть из людей шли просто, чтобы получить продукты в той ситуации в этом городе, где оказались ввиду того, что есть проблемы с поставками продовольствия. О том, что происходит на самом деле в Донецке и в Луганске, мы сообщаем каждый день на сайте Радио Свобода и в наших социальных сетях, в Фейсбуке и в Твиттере. Достаточно подписаться. Если вы не можете зайти на наш сайт в Донецке или Луганске, то новости можно получать из социальных сетей. Обновляйте радиосвобода.org и смотрите также в аналоговом вещании телеканал Донбасс, где каждый вторник и четверг Донбасс Реалии доступны в 18.30. На этом до свидания.